Но при этом мы видели те цифры, которые показывал Евгений Бадович, все равно мировое сообщество урологическое, оно очень прочно держится и за непосредственной нефрактомии при этой же стадии заболеваний, в том числе за открытый доступ. Мне трудно сказать, в силу чего. Для себя мы, в общем-то, конечно, решение нашли. Мы очень агрессивны в этом плане, и у себя в клинике стараемся выполнять резекцию почки при любой технической возможности. Причем в абсолютном большинстве на сегодняшний день малоинвазивными методами нам доступна лапароскопия. Почему для себя мы нашли такое решение? Мне кажется, наш опыт всегда определяет выбор. И я помню пациента, которому по поводу опухоли стадии Т1А была выполнена нефрактомия, а через два года он попал в автомобильную катастрофу, и, естественно, времени разбираться не было, была тупая травма почки, и мы выполнили нефрактомию с другой стороны, и пациент погиб. Извините за вульгарность, но, наверное, все-таки лишнего органа не бывает, и если такая возможность есть, наверное, надо идти этим путем. Если говорить о актуальности орансохраняющего лечения, актуальности лечения образований малого размера, это статистика по Санкт-Петербургу, заболеваемость растет, но при этом посмотрите, насколько действительно ему произошел скачок за последние десятилетия в плане диагностики ранних форм рака почки. Практически более чем в два раза мы имеем прирост именно по образованию малого размера. При этом мы не имеем сильного снижения тех распространенных и местно распространенных форм. Мы просто добавили к тому, что у нас уже было, те образования, которые имеют небольшие размеры за счет совершенствования и распространения, естественно, ультразвукового исследования. Этих пациентов стало просто больше. Поэтому, конечно, эта ситуация чрезвычайно актуальна. Еще один слайд, который хотел показать, что заболеваемость наиболее высокая в старшей все-таки возрастной группе, это 60-79 лет, и прирост в основном заболеваемости происходит за счет этой группы. При этом, если оценивать смертность, то и смертность растет в основном за счет смертности, причем скорректированная именно смертность, за счет группы более старшей возрастной группы. К чему это? Что выбор нефректомии, резекции почки, он должен быть такой же у пожилых пациентов и у молодых пациентов. То есть мы должны подходить, по сути, практически с одинаковых позиций к той или другой группе больных. Конечно, образования различного размера будут иметь различные потенции к росту. И видно, что число доброкачественных образований при небольших размерах их значительно больше, чем при образованиях более 7 сантиметров. Тоже касается и степени дифференцировки. Поэтому, конечно, чем меньше образование, тем более вероятно, что онкологические результаты резекции будут лучше и в плане онкологических исходов и сберегающая операция будет более безопасна. Несколько вернувшись к истории, несмотря на то, что резекция и нефректомия по сути были выполнены в одно и то же время, путь у резекции почки был, конечно, гораздо более тернистым. И еще раз повторяю, как мы видели, мы продолжаем держаться за нефректомией и при образованиях небольших размеров до сих пор. И он остается трудным. То есть, случайно ли это? Ну, я попробую показать это несколько дальше. Второй этап – это первая половина XX века, когда, по сути, были сформулированы абсолютные показания к резекции почки. При нормальной функции к латеральной почке никаких разговоров о органо-сохраняющем лечении не было. Конечно, это было связано в первую очередь с тем, что диагностика запаздывала. В течение года выживало только 33% пациентов после хирургического лечения рака почки и, естественно, достаточно слабое анестезиологическое пособие и возможности по борьбе с инфекционными осложнениями. Поэтому, конечно, путь к резекциям был, в общем-то, закрыт. Но, несмотря на это, в 1937 году Голштейн опубликовывает материал 296 резекции почки, где уже 11% были выполнены по поводу опухоли. Конечно, развивался опыт на каплице и вермолут в 1950 году. Достаточно интересный анализ публикует, где говорит о том, что, конечно, у резекции почки очень большие перспективы и настанет то время, когда мы доживем до эролективных показаний к этому лечению. Но известная и знаменитая работа Робсона в общем-то, ставит на долгое время крест на органсохраняющем лечении. И мы все начинаем пользоваться его принципами радикальной нефректомии достаточно длительное время, которые, конечно, со временем пересматриваются. Мы отказываемся от повсеместной адреналоктомии, от линфоденоктомии. И показания и объем, тем более при таких небольших образованиях, он сокращается. И все-таки накопленный опыт позволяет в 2021 году внести уже в стандарты и сказать о том, что существуют элективные показания. То есть при сохраненной функции пролатеральной почки мы можем выполнять органсохраняющее лечение. Но только к 2000 году мы получаем окончательные результаты длительных сроков наблюдения, которые показали, что действительно по большому счету онкологические результаты этих нефректомий и органсохраняющего вмешательства не отличаются из тех. С того времени резекция вошла прочно в наши уже стандарты. Принципы радикальной нефректомии они хорошо известны. На самом деле работа при этом была достаточно маленькой. Небольшое число пациентов 66 и естественно там не было никакой рандомизации. Разнородная очень группа больных. Но несмотря на это еще раз повторяю, что эти принципы не только прочно вошли, они до сих пор в общем-то нами руководят. И возможно это одна из причин, что мы действительно очень трудно достаточно переходим к органсохраняющему лечению. Как аж вы же все-таки преимущество нефректомии тех, кто отстаивает эту позицию. И буквально в 2008 году была достаточно жесткая такая публикация о том, что в общем-то до сих пор нефректомия должна оставаться золотым стандартом лечения в том числе и локализованного рака почки. Основной аргумент, конечно, это то, что при органсохраняющем лечении больше вероятность локального рецидива как следствие нерадикальной резекции того самого позитивного края, который на самом деле, как уже было сегодня сказано, не влияет на онкологические исходы, то есть на скорректированную выживаемость. И наличие мультифокальности. При этом мы достаточно часто об этом практически забываем, но не так редко встречается мультифокальный рак почки, о котором надо помнить. И часто эти узлы просто мы не можем диагностировать на дооперационном этапе, ну и, естественно, в ходе операции, которые в последующем могут являться причиной рецидивов и прогрессирования заболевания. И еще одним, конечно, важным моментом это то, что все-таки нефрактомия гораздо более технически проста, тем более при этой стадии заболевания, чем резекция. Она требует действительно опыта, навыков, уверенности в себе, ну и, естественно, какого-то определенного тренда в той клинике, в которой проводится лечение этой нозологии. Ну и приводит, что осложнения при резекции могут составлять и до 30%. При этом самый главный вопрос, который стоит перед онкологами, влияет ли это на скорректированную и на общую выживаемость, этого ответа у нас до сих пор на самом деле нет. И поэтому обоснованно до сих пор, наверное, выбор все-таки в пользу нефрактомии или резекции. Мы сделать в общем-то не можем, потому что единственное рандомизированное исследование, которое было проведено и то с очень большими оговорками и в общем-то с большой критикой, это работа Ванпопеля, который провел анализ 541, включили 541 больной локализованной ракой почки с образованием менее 5 сантиметров. Они были рандомизованы в группу резекции и нефрактомии и было показано, что общая выживаемость у пациентов после нефрактомии была выше, чем у тех пациентов, которым выполнялась резекция. Когда взяли пациентов и отобрали только тех, у кого имелся действительно рак почки, таких достоверных различий в этой группе не было. Тем не менее, в общей группе резекция приводила к более частой гибели пациентов вследствие других причин. И чаще всего это были кардиоваскулярные осложнения, которые в этой группе после нефрактомии встречались гораздо чаще. Конечно, могут быть разные объяснения, но на наш взгляд одним из таких объяснений может быть то, что наложение на артерию тех самых сосудов для создания тепловой ишемии влияет на сосудистую стенку, затем изменяет ее по всему возможному диаметру и тем самым провоцирует в том числе и артериальную гипертензию и как следствие провоцирует и прогрессирование сердечно-сосудистых осложнений. Мы провели небольшую работу, где оценивали состояние сосудистой стенки после наложения различных зажимов с различным временем экспозиции и на тех препаратах морфологических, которые мы получали, действительно есть достаточно выраженные нарушения, это экстравазация эритроцитов в мышечный слой достаточно выраженная, разрушение эндотеля выраженная, внутриэластичная урана также отечно повреждена и субмитимально разволокнена. То есть, несмотря на то, что мы накладывали мягкие сосудистые специализированные зажимы, тем не менее, степень повреждения стенки достаточно выраженная и, по всей видимости, это может быть одним из объяснений тех проблем, о которых я говорил. Что негативного все-таки мы ждем от резекции, это грубое повреждение стенки почечной артерии, при безошемической резекции увеличение объема кровопотери, частоты гемотрансфузий и гемостатический струк наносит дополнительную травму паранхемы за счет дополнительной зоны ишемии. Мы проанализировали свой опыт, 360 человек, конечно, эти данные являются даже трудно назвать ретроспективно, но это ретроспективный анализ, но абсолютно может быть несопоставимых групп больных, то есть мы взяли тех больных, которым выполнялись резекции на определенном этапе и нефректомии и провели их сравнительный анализ по основным позициям. Результаты хирургического лечения в группу нефректомии мы включили 90 пациентов, резекция открытая 83 пациента, резекция с ишемией 54 лапароскопическая и лапароскопическая резекция без ишемии 92 больных, по сути за последний год, когда мы перешли уже не просто к без ишемической резекции, а без ишемической резекции без наложения гемостатического шва. Время операции видно, что, конечно, нефректомия абсолютно выигрывает и операция при такой стадии заболевания кратковременная, протекает быстро, с минимальным числом осложнений, кровопотеря также минимальна, максимально она в группе естественно без ишемической резекции, при этом видно какие-то крайние точки, что кровопотеря действительно может быть очень большой без ишемической резекции до 2 литров и иногда требует естественно гемотрансфузии, но когда сравнивают гемотрансфузию и наши данные и данные литературы, без ишемическая резекция не влечет за собой увеличение общего числа гемотрансфузии достоверного, что, в общем-то, является одним из критерий того, что в абсолютном большинстве кровопотеря контролируема и позволяет удерживать в цифрах когда не требуется замещение. Естественно ишемию мы оценивали при лапарскопии и при открытых операциях она у нас была практически одинакова, но при без ишемических естественно ишемии не производится. Длительность госпитализации понятно, что нефректомия когда выполняется открыто, при открытой операции несколько была выше, хотя мне кажется это в общем-то зависит еще раз говорю от подхода конкретной клиники. у нас есть группа больных кому выполнялась резекция из мини-доступа межмышечного доступа и в общем-то сроки госпитализации не превышали тех цифр которые есть при лапарскопии. Положительный хирургический край опять же в общем-то он сильно не отличался в этих группах несколько конечно больше был при лапарскопической резекции с ишемией связано во-первых это конечно с тем что это пациенты были первые по большому счету опыт лапарскопических операций и во-вторых та техника которую мы на сегодняшний используем когда производится диссекция в здоровом слое с использованием электрохирургического инструмента в общем-то действительно снизила в том числе и частоту позитивного хирургического края по осложнениям в общем-то группы не отличались конечно все-таки нефрактомия является предпочтительно при этой стадии заболевания в силу того что и время операции меньше и кровопотери меньше то есть нагрузка значительно меньше и частота осложнений встречающимся также в общем-то невелика и когда мы сравнили по клавьену опять же эти данные в общем-то они в общем-то схожи но при нефрактомии по сути степени осложнений по 3-5 по клавьену их не отмечалось при оценке функции почки по уровню креатинина опять же в общем-то достоверных каких-то различий при уровне сохраняющем лечении мы не выявили тогда конечно при нефрактомии эти нарушения более значимы но при этом надо сказать что они в абсолютном большинстве все-таки ограничиваются первой второй степенью что в общем не требует хронического почечного диализа и может быть не снижает качество жизни этих пациентов ну и таким образом все-таки наверное каждый делает на сегодняшний день выбор для себя сам в общении с пациентом от своих возможностей от возможностей клиники и основываясь на своем опыте спасибо да мы перешли к такой технике вот последний год да с использованием электрокоагуляции диссекция мы выполняем при помощи ультразвукового диссектора и параллельно биполярного коагулятора и окончательный гемостат за счет биполярной коагуляции ну понятно что это не получается в 100% случаев но при этом достаточно наложить небольшой шов на конкретный участок зажав непосредственно кровоточащий сосуд или зону там где кровоточение без да один-два шва да которые не стягивают не деформируют почку а непосредственно локально закрывают отсосом давление в брюшной полости мы не делаем повышенной потому что по опыту получилось что большого смысла нет так как если отсос работает достаточно хорошо то притока не хватает для того чтобы компенсировать и неважно какое давление мы ставим при этом в брюшной полости при том что мы знаем что все-таки повышенное брюшное давление для анестезиологического пособия в общем-то является весьма значимым нет очень удобный регулируемый отсос который позволяет при непосредственно резекции работать на небольшом отрицательном давлении когда как раз нет спадения но не свернувшаяся в общем-то гровь весьма легко из ложи удаляется а когда непосредственно уже необходимо удалить сгустки мы переключаем на более высокое отрицательное давление если в опухоле на задней поверхности в области губы есть простое решение это внебрюшинный доступ который позволяет четко выйти на это образование и выполнить абсолютно свободно резекцию именно нам кажется что вот внебрюшинный доступ это идеальный доступ именно для такой ситуации задняя поверхность средний и нижний сегмент ножку мы не выделяем уже достаточно давно принципиально и в общем-то избегаем как раз термотизации сосудов о которых я говорил конверсии у нас не было ни одной кровопотери были большие но конверсии не было мы эти проблемы все-таки решали всегда можно наложить тот самый ну вот там было указано 2 до 2-100 2-100 3-100 Продолжение следует...